Пчеловоды Сампурского района бьют тревогу. По сбору меда сезон 2018 для них может оказаться провальным. А все потому, что вблизи районного центра зафиксировали массовую гибель пчел. Счет жертв идет на десятки миллионов, а причиной таких потей могла стать пресловутая обработка полей ядохимикатами. Юлия Савушкина подсчитала убытки вместе с одним из пострадавших. Ну и вот на этой самой пасеке, на этом самом месте, 20 июня мы имели тут миллионы погибших пчел, можно сказать, погибшую пасеку. Почти за два десятка лет трудоемкого занятия пчелами Дмитрий Марин повидал многое. Но такое впервые. Дорогая во всех смыслах пасека, где до недавнего времени каждую пчелку, он, что называется, знал в лицо, больше напоминала место битвы. Миллионы погибших особей заставили похоронить надежду на богатый урожай. Эту пчелосемью от массовой гибели, как это ни парадоксально, спасла их собственная лень. Так получилось, что в тот день, когда неподалеку, предположительно, проводили обработку полей, эти пчелы стены своего дома не покидали. Как результат, здесь много пчел и много меда. Но, к сожалению, это тулей, словно ложка меда в бочке с дегтем. И в целом этот сезон для пчеловодов безвозвратно утерян. Мы дожили до того, что в современном мире пчела без лекарств не выживет. О том, что пчелы способны приносить нам бесценную пользу, слышали, пожалуй, все. И лишь специалисты знают, что за этим стоит. Нелетная погода, всевозможные недуги, паразиты, вредители. Ежегодно желая накормить соотечественников натуральным медом, пчеловоды сталкиваются с массой препятствий. Но чтобы пасеки буквально вымирали в результате обработки сельхозугодий. По словам специалистов, причиной могут быть новые виды яда химикатов. Последствия такой отравы в последние годы замечают не только в ряде районов нашего региона, но и в Пензенской, Волгоградской и Самарской областях. Рекомендация для пчеловодов очень простая. Во-первых, необходимо иметь ветеринарный паспорт пасеки. Если куда-то выехали кочевать, обязательно сообщать в сельсовет. Причем не просто «здравствуйте, я там встал», а в письменном виде сообщили. А дальше сельсовет обязан сообщать пчеловоду о том, что поля будут обрабатывать. В администрации Сампурского района признают, что система оповещения пчеловодов о возможной угрозе должна быть более совершенной. И одного-двух сообщений в газете недостаточно. Ведь как невозможно отказаться от химобработки полей. Также трудно оценить ущерб в результате гибели пчел. Только в конце июня сразу несколько пчеловодов района, по неофициальным данным, недосчитались более 20 миллионов особей. Мы считаем, что в ближайшее время проведем с руководителем хозяйства все-таки совещание на эту тему. Как бы обозначим эту проблему, чтобы все-таки наладить взаимодействие хозяйства с пасечниками между ними. Если такого не будет взаимодействия, то так дальше он о гибели пойдет. А пока Дмитрий Марьин, как и другие пострадавшие, подсчитывает убытки. Мириться приходится не только с материальными потерями. Пчеловод до сих пор не может прийти в себя, зная, что под угрозой оказалось дело всей жизни. Ставим ловушки, ловим там раи бродячие и прочее. То есть нам вся как бы пчела любая, в общем-то, нужна. Конечно, чтобы восстановить то, что было, мне понадобится. Год – это минимум, конечно. Жаль, конечно, сезон складывался удачно. Ближайшие планы Дмитрия – дождаться выводов белгородских экспертов. Именно это исследование должно выявить точную причину гибели его кормилец. В дальнейшем пчеловод рассчитывает обращаться в суд. Юлия Савушкина, Дмитрий Тищенко, Александр Щеднов. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова